Начинаем работу над ошибками. Эти слова звучат в сентябре не только на школьных уроках. Переделывать свою работу в ближайшие дни предстоит нерадивым подрядчикам, занимающимся благоустройством нашего города. Что произошло, расскажет Анна Качанова. Жители микрорайона Первомайский недолго радовались появлению нового тротуара, мечтая, как приятно теперь будет ходить в чистой обуви. Как пешеходную дорожку тут же начали демонтировать. Люди оказались в недоумении. Что произошло и почему элементы благоустройства пошли под снос? Ответ на этот вопрос знает заместитель начальника отдела внешнего благоустройства управления городского хозяйства Олег Зуев. На сегодняшний день выполняются работы по устройству тротуара на поселке Первомайский. Срок выполнения работ до 15 сентября 2018 года. На сегодняшний день выполнены работы по устройству основания и щебня. В ближайшее время будут выполнены работы по устройству слоя из асфальта бетона. И по окончании работ жители поселка Первомайский будут беспрепятственно передвигаться по тротуару. И если на Первомайке со сроками все в порядке и рабочие могут успеть выполнить работу в срок, несмотря на оплошность, то дела на главной пешеходной улице нашего города гораздо хуже. В управлении городского хозяйства знают в чем дело. В ходе обследования производства работ на улице Карломарса выявлены недостатки по устройству щебеночного основания, по устройству бетонного основания, по устройству армирования бетонного основания. Исходя из этого подрядчика обязали о демонтаже всех конструктивных слоев. И в дальнейшем подрядчик будет выполнять работы по демонтажу и переделке полностью всех выполненных работ. И в дальнейшем пока что сроки неизвестны по окончанию. Выясняется, что за подрядчиками, как за маленькими детьми, нужен глаз да глаз. Правда, если дети безобидно пакостят, то исполнители подрядных работ занимаются делами гораздо серьезней, стараясь найти во всем выгоду в свою пользу. Однако, благодаря бдительности УГХ и проверкам инспекторов, Кунгуреки все-таки смогут увидеть улицу Карла Маркса такой, как она должна быть по проекту. Подрядчик обязан выполнить переработку за свой счет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!